Удаление файлов. Часто бывает нужно файлы поудалять. Давайте предположим такой у нас есть сценарий. Есть у нас файл. Давайте назовем его useless file. И по какой-то причине мы его добавили в репозиторий. Более того, мы его закоммитили. Вот. Теперь у нас этот файл есть и он коммичен. Чего нам нужно сделать для того, чтобы этот файл удалить? Но самая простая вещь, которую можно в этом случае сделать, если у вас один файл и указать файл. Чего после этого произойдет? Вы увидите, что в вашем индексе этот файл удален и, другими словами, git в следующем коммите планирует его удалить. Заметьте, что до тех пор, пока вы не наберете commit, не выполните команду git commit, любые ваши изменения, они остаются только у вас. Даже до тех пор, пока вы push не выполните. То есть сейчас git говорит, я планирую этот файл удалить. Но и снова таки, будучи системой дружественной, git подсказывает вам, а что же нужно сделать, если вы случайно его удалили. Случайно не тот файл удалили. git reset head вернет вам файл на место. То есть если даже не понимая, что эта команда делает, можно ее просто выполнить и вернуть этот файл в то состояние, в котором он был. Кстати, git.rm удалил файл одновременно и из файловой системы, и, собственно, запланировал его удаление в следующем коммите. Если сейчас закоммитить, следующий бендер будет получать файлы, он этот файл не получит. Ну и, естественно, помните, я говорил, что коммиты они immutable. То есть если мы удаляем файл, это не значит, что он удаляется вообще совершенно для всего. Это значит, что он удаляется в одном конкретном коммите, вернуть его содержимое можно из предыдущего коммита. Давайте теперь посмотрим на другой вариант. Давайте предположим, что этот файл это... Мы, например, хотим удалить его из гита. Я сейчас верну файл на место. То есть мы хотим удалить его в коммите, но не хотим удалять его на файловой системе. Такое бывает, когда вы создали файл, он нужен в проекте. Например, это ваши локальные настройки, которые никому больше не нужны. Вы закоммитили этот файл, создали коммит, закоммитили. Теперь к вам пришел ваш коллега-разработчик, говорит, зачем мне твои локальные пути с локальными настройками. У тебя там cdev, а я работаю на Linux, и ты мне там все сломаешь. У меня свои собственные настройки. Вы понимаете, ага, так надо из репозиторий этот файл удалить, но при этом я не хочу его удалять локально. То, что можно сделать, это сказать git remove. По-моему, cached, если я не ошибаюсь. Так, где наш... А, я не вернул файл. Окей. Давайте создадим файл. Вот типичный local settings. Текста. Закоммитим его. Да. Окей. Теперь у нас есть local settings. Текста. Команда возмущена, почему я свои локальные настройки, которые для моей среды, опубликовал в репозитории. Теперь мне нужно удалить этот файл в следующем коммите. Я говорю git.rm, но я ставлю флаг cached и говорю local settings.txt. Вот. Что теперь произошло? Помните нашу картинку, про которую мы смотрели? Помните, у нас есть зона, которая называется staged. Это тот самый стол, на котором мы готовим наш коммит. Вот тот вид системы, который мы хотим, чтобы гид запомнил. Представьте себе, что мы отсюда этот файл удалили. То есть мы взяли бумагу, документ со стола, убрали его с области видимости гида, но при этом мы его не выбросили полностью в мусорник, а просто отложили в сторону. То есть гид его не видит, но он как бы существует. Вот то, что мы только что сделали. Мы вот из зоны индекса удалили файл, сохранив его при этом на локальной файловой системе. То есть если мы его посмотрим. Вот он, local settings.txt. Он остался. Но git статус говорит две интересных вещи. Первое, то, что git статус говорит. Git статус говорит, что local settings.txt он deleted. Вот. То есть когда я сделаю коммит, то, что зеленое, это то, что войдет в этот коммит. Те изменения, которые в коммит войдут. Not stage to commit. Ага. Вот мой useless файл, который я собирался удалить. Давайте я его тоже включу в коммит, чтобы потереть все, что мне не нужно. Но local settings.txt при этом он присутствует на файловой системе. Поскольку он здесь есть, да, git показывает, ага, его можно закоммитить. Вот. Git add для того, чтобы его закоммитить. Но мы его коммитить не хотим. Мы хотим закоммитить removed useless files. И теперь в статусе local settings снова показывается, как новый файл. Мы его можем снова добавить. Заканчивая этот сценарий, если это мои локальные настройки, и в нашем проекте есть конвеншен о том, что локальные настройки должны храниться в local settings.txt, local settings properties. Чего нужно сделать для того, чтобы я второй раз не совершил эту ошибку, не сделал еще раз коммит с этим файлом случайно. Естественно, мы его можем добавить в gitignore. Local settings.txt. Сохранить. Ой. Сохранить gitignore. И закоммитить этот gitignore, чтобы никто другой тоже эту же ошибку не сделал. В этот раз я снова использую shorthand-версию коммита, git commit am, all tracked files, другими словами. То есть этот файл gitignore, он войдет в коммит. Updated gitignore. Окей. Мы научились. Давайте посмотрим статус. Все чисто, все классно. Не забываем делиться нашими коммитами с другими... Ой. С другими участниками команды. Окей. Отлично. Мы в хорошем состоянии. Оба разработчика синхронизированы. И у них именно та структура и то содержимое, как в нашем центральном репозитории. Мы готовы, в общем-то, идти дальше. И то, о чем мы поговорим... Так. Это summary того, что мы только что сделали. Да-да, я это не показал. Но если вы случайно добавили или хотите удалить целую директорию, целую папку с флагом минус R, вы удалите всю папку.